Сегодня 8 мая и, разумеется, все сегодня эфиры будут посвящены предстоящему празднику Дня Великой Победы. Ну, на телеканале Енисей. И новости, и наша программа. И мы начинаем эту победную тематику как раз с моего личного, наверное, примера. Вот вы сейчас видите, Габриэль покажет. Это мой дедушка Иван Винокуров. Он родился в Идренском районе и погиб в районе Великих Луг, направив свой самолет на фашистский дзот. И, вы знаете, нет, наверное, такой семьи в нашем крае, которых бы не коснулась так или иначе история и вообще Великая Отечественная война. И поэтому, чтобы поговорить об этом, о том, как отдать память тем героям и фронта, и тыла, которые работали и заковали победу, мы позвали наших гостей. Это Алексей Корстелев, руководитель краевой флагманской программы «Волонтеры Победы», и Екатерина Чернова, активист программы «Волонтеры Победы». Алексей, Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Алексей, несмотря на то, что акция существует уже давно, довольно давно, с каждым годом героев войны становится все меньше, но людей, которые готовы поддержать и говорить и помнить этих людей, становится все больше. И для этого есть такой прекрасный момент в жизни – это бессмертный полк. Скажите, пожалуйста, как можно попасть в данные шеи? В ряды этих, да, шествующих. Уже завтра мы будем праздновать 73-ю годовщину Великой Победы. По всей стране пройдут праздничные парады, и в том числе всероссийская акция «Бессмертный полк». Ее история идет с 2012 года. Собственно, что касается города Красноярска, то мы завтра ждем всех желающих. На пересечении улиц Мира Держинского время сбора колонны с 12.30 до 13.30. В 13.30 колонна стартует по улице Мира, идем до площади БКЗ. Там далее будет небольшой праздничный концерт с участием молодежных коллективов, интерактивные площадки, возможность попробовать солдатскую кашу. Ну, в общем, вот такой момент. Скажите, пожалуйста, Кать, вот вы сейчас держите в руках один из штендеров. Немножечко подробнее, откуда он, и как вы помогаете людям, которые не могут пройти вместе с вами, ну, неважно, в этом году или в прошедшие годы. Что делаете для таких людей? Ну, они звонят в нашу, ну, то есть к нам, чтобы попросить о помощи. Также они вот предоставляют нам такие штендеры, чтобы мы смогли с ними пройти. Здесь представлен Мартишов Иван Алексеевич, он с города Красноярска. Он родился в 1906 году, здесь вот написано. 30 декабря 1941 года его призвали на фронт, и уже в марте 1942 года он в составе Красноярской дивизии был отправлен под Харьков. Также он участвовал в таких боях, в таких городах, точнее, как Харьков, Старый Оскол и Белгород. И уже свой боевой, ну, свою боевую службу он закончил в 1945 году в городе Будапешт. И в октябре уже этого же года вернулся обратно в город Красноярск. Таких много людей, которые обращаются к вам с просьбой, чтобы пронесли портреты их родственников, прадедов, дедов? Достаточное количество заявок. Мы понимаем, что на сегодня такая потребность существует. Скажем так, дети войны и те, у кого являются родственники, участниками войны, находятся в солидном возрасте, в том числе, не говоря уж о самих ветеранах. И также такая просьба существует. Мы с большим удовольствием введем на встречу и эту функцию выполняем. Волонтеры изучают историю, то есть мы понимаем, кого мы несем, что мы несем, и потом после акции возвращаются Штендера опять на место. Вы чувствуете благодарные отклики? То есть вам потом звонят, говорят, что мы видели, мы смотрели, потому что это не трансляции. Вот, ну, какую-то такую обратную связь. Безусловно, я даже думаю, что, возможно, сейчас родственник как раз-таки, вот, данного представителя тоже смотрит, да, нашу трансляцию. Вот, конечно, такие отклики существуют, да, по горячей мне. Ну, это, безусловно, важно, да, для того, чтобы вы сказали. Да, конечно. Будут ли нововведения в этом году, вот, непосредственно в шествии? Давайте расскажу общий план, поймем, что касается нововведений или не нововведений. У нас планируется четыре точки озвучки по ходу движения колонны. Они будут расположены по линии движения. Это будут дикторы, которые будут приветствовать всех участников, будут играть песни военных лет. У нас будет стоять, планируется, по крайней мере, если погода позволит, духовой оркестр, который будет исполнять вживую, там, также, произвести композиции военных лет. Далее у нас будет ехать брендированный автомобиль впереди, который будет возглавлять колонну. И в этом году впервые, не впервые в «Бессмертном полку», но впервые впереди, юнормейцы и ветераны боевых действий понесут копию знамени Великой Победы. Вот, то есть это большое-большое знамя. Полотно, да, такое красное. Да, да, да. Именно его вот в самом начале понесут юнормейцы и ветераны боевых действий. То есть невозможно будет не заметить такую колонну, возможно ли будет к ней присоединиться, если даже нет портрета, например? Если нет портрета, но есть желание просто пройти, конечно, мы, то есть тут нет никакого-то отбора. У тебя есть портрет, приходи, у тебя нет, не приходи. То есть приглашаем всех. Специально организаторами задумано так, чтобы по времени возможность была прийти с семьей, там, или как-то еще посмотреть сначала парад, потом перейти улицу, можно сказать, с Карла Маркса на Мира и встать в колонну Бессмертного полка. Именно для этого вот все, чтобы успеть быть и там, и там одновременно. Давайте еще напомним, да, где можно посмотреть точную программу, если вдруг кто-то не услышал, что начало сбора у вас в 11.30. В 12.30, да. Вот чтобы, как я, не перепутали. Время сбора колонны 12.30, 13.30. 13.30 мы стартуем, всю информацию можно посмотреть в группе ВКонтакте Бессмертный полкрасивый в Красноярск, в том числе на сайте администрации, там все уже опубликовано, заходите, смотрите. Ну что же, если у вас вдруг нет штендера, то мы вот заметили накануне с Габриэльным, что в супермаркетах появились специально оборудованные вот такие таблички, чтобы можно было пронести портрет своего героя. Ну а ребята печатают все это бесплатно для определенных категорий. Да, это у нас пенсионного возраста люди. Если у них есть такая необходимость, то они могут обратиться, опять же, по телефону горячей линии, нужно его уже наконец-то сказать, 293-19-45. Мы звонки будем принимать вплоть до начала парада, до начала Бессмертного полка. То есть можно будет завтра также позвонить. Вдруг, если кто-то там заблудился, не понимает, где формируется колонна, мы готовы всех инструктировать до самого старта мероприятия. Вот. Штендера делаются для ветеранов и для тех, кто находится на пенсии. То есть сегодня еще не поздно, вот, простите, пожалуйста, вот уточню, обратиться к вам, чтобы... Сегодня еще нет, чтобы штендер получить, еще нет. А вот по заявочкам на несение штендеров мы закончили работу вчера. У меня вопрос к Екатерине. Скажите, пожалуйста, а ваши предки участвовали в военных действиях? Ну, к сожалению, мои нет. А ваши ли? Да, мои участвовали. У меня бабушка является тыловиком, а дед участник Великой Отечественной войны. Он еще начинал с русско-финской кампании, по истории взять вот так. Там еще был призван на срочную службу, а уже демобилизовавшись, вернувшись домой, попал на Великую Отечественную. В 1942 году был пленен, и, к сожалению, до 1945 года пробыл в плену, был освобожден, вернулся домой, все в порядке. Но очень, сами понимаете, ситуация была сложная. Трудная жизнь, да, много через что прошел. Ну что же, воздадим память и честь, отдадим, да, я думаю, тут будет справедливо, так сказать, тем, кто боролся за победу завтра вместе с бессмертным полком. Я напомню, что об этом мы сегодня говорили с Алексеем Коростолевым, руководителем краевой флагманской программы «Волонтеры Победы», и с волонтером-активистом этой программы Екатериной Черновой. Ну что же, ребята, хорошего вам шествия, хорошей погоды, для того, чтобы люди могли все-таки пройти и отпраздновать этот праздник жизни, и главный праздник в нашей стране 9 мая.